Шавуа Тов, дорогие друзья! Хорошей недели! Мы продолжаем наше изучение Торы. И у нас новая недельная глава. Называется она Р-Э. Смотри. Написано в Р-Э. Смотри. Вот у тебя есть два варианта. Благословение. Если будешь исполнять заповеди. Или проклятие, если не будешь исполнять заповеди. У тебя всего два варианта. И Всевышний просит, чтобы мы выбрали жизнь. Жизнь это исполнение заповедей, это добро. А смерть это идти наперекор заповедям, выбирать зло. И Ашем просит нас, чтобы мы выбрали жизнь. Мудрецы говорят. Нам кажется, что исполняя заповеди, мы идем каким-то тяжелым путем. Мы страдаем от каких-то ухабов. Каких-то тяжелых дорог. Но в конечном итоге, когда мы все-таки соглашаемся на такую жизнь, мы потом смотрим, какая прекрасная вокруг нас становится дорога. Как все расцветает. И все становится в свои места. Но может казаться сначала, что это очень тяжело. А нет, пойду окольным путем, как часто мы делаем. И наши мудрецы говорят, что человек едет по автостраде. Много машин едут. Переходят на какую-то окольную дорогу. И она трудная. И едет, едет, едет. И уже люди хотят дождаться, когда будет снова автострада. Хорошая магистраль. А тут стоит в конце этой дороги, перед тем, как выехать на автостраду, фермер. И машет шапкой. И говорит, не едьте на эту автостраду. Едьте по этой объездной дороге. И вы быстрее приедете, потому что там пробка. Некоторые люди думают, ну какая-то деревенчина стоит шапкой, машет. И не надо на него обращать внимания. И едут на магистраль. Уезжают быстренько довольные. И в конечном итоге попадают в пробку. И теряют много времени. И страдают от этого. А те, которые поехали этой окольной дорогой, они потихоньку и добираются быстрее до своего времени. До своего места, куда они хотели. И это так же и похоже. Похоже на эти заповеди, которые мы думаем, что мы обойдем их стороной. И не будем выполнять. И ничего они собой не представляют. Ничего вроде это не такие значительные заповеди. Но в конечном итоге мы получаем то, что пишет Тора. Выбирай все-таки лучше. Благословение. Всевышний нас просит убирать благословение. То есть в любом случае мы дождемся хорошего чего-то. Или настрадавшись, идя против исполнения заповедей, делая, что мы хотим, что нам кажется правильным. Все равно получаем, что придет в машинах и спасет нас. Или выполняем заповеди и уже без страданий получим то, что мы хотим. Хотя кажется этот путь более тяжелый. Вот так вот. Всевышний это просит. Вы должны верить, что если я написал Торе так поступать, поступайте так. И за каждую заповедь идет определенная награда. Пишется, что хотя временами дорога Торы и Западей может казаться мучительной, она тем не менее приведет вас к вашему предназначению. Кроме того, кажется, что это дорога. Пока вы не вступите на нее ухабистая, извилистая, скоро вы поймете, как она живописна и удобна. Дорога греха поначалу может казаться более гладкой, но в конечном итоге по ней нельзя будет пройти. Поэтому выбирайте благоразумно. Комментаторы поясняют, что все дороги ведут к признанию Ашема. Человек может пойти прямым путем, то есть по своей воле и при жизни признать Ашема. В противном случае его душа вынуждена будет признать истину, понеся наказание после смерти. Наши мудрецы предупреждают. Не позволяйте вашему побуждению козлу убедить себя, что вы найдете убежище в могиле. Появляется трактат Авод по учению овцов 4.29. Для человека лучше провести жизнь, повинуя Сашему. У нас есть такая вещь, мудрецы говорят. Царь послал свою слугу за рыбой. Слуга купил рыбу, которая уже была с запахом. Царь говорит, ну тогда сам съешь эту рыбу. Или уплати мне, верни за нее деньги. Или получишь удары претью. Человек думает, да нет, я лучше съем сам эту рыбу, чтобы мне не платить за это деньги. Начинает есть, ну не может, отвратительный вкус, ему плохо становится, не могу. Говорит, нет, деньги не дам, бейте плечи. Бьют плечи. В общем, в конечном итоге, он вынужден отдать деньги. И получается, что получилось? Что он сам себе навлек эти страдания. И все равно пришло к тому, что он уплатил деньги и вернул. Так зачем нам поступать неправильно? История пишет нам правильный путь. Выбирать вот такой вариант, чтобы настрадаться и все равно прийти через страдания. Когда можно просто получить награду за те запады, которые мы выполняем. Даже если кажется, что трудно. Вот так. То есть это главар Э. А на сегодня наш урок заканчивается. Урок был дал за поднятие души моего папы, Яка Бенахумова, дядя Волгер Бен Григориев, моего брата Павел Бен Ихил, Хая Малка Бат Йосиф, Мира Бат Аврагам, Роза Бат Михаэль, Самуил Бен Герш, памяти Ури Бен Харитон, Мендель Бен Мендель, за здоровье Светлана Бат Клара, Шимон Бен Ицхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Римка, Полина Перв Бат Соня Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен София, Двора Бат Мириам, Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двоера, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Маэль, Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Елена, Леон Бен Клара, Татьяна Бат Сара, Ида Бат Рива, Вадим Бен Татьяна, Юлия Бат Белла, замазал Парнаса Сгула, Ирина Батури, Арон Ре Бен Ури, за хороший дух Арон Ре Бен Двоера, Денис Бен Ахум, Авигаль Бат Сара, всего хорошего, Олег Марченко, счет за здоровье, Йосиф Дан Бен Сара. На сегодня наш урок заканчивается, всем браха парнаса каванам, мазал, то, что мы это время не грешили, учили Тору, распространяйте это видео, делитесь с друзьями, и желаю всем еще раз хорошей недели, шаотов, до следующей встречи, надеюсь, она состоится завтра, в 15.30. Шалом!